Когда мы слышим словосочетание капитальный ремонт или фонд капитального ремонта республики Башкортостан, у нас однозначно и давно появляется тоскливое чувство, что мы безнадежно обмануты кем-то. И когда мы оплачиваем этот ежемесячный платеж и вот эти ежемесячные счета за капитальный ремонт, возникает смутное подозрение, что мы как-то платим куда-то, куда-то, совсем непонятно куда, что это носит характер какого-то оброка, а вовсе не несет нам практической пользы. Но это все подозрения, ощущения, их, как говорится, к делу не пришьешь. Но мы все-таки продолжаем платить, вздыхаем и платим каждый месяц больше 1 тысячи рублей. Из каждой квартиры мы платим в этот самый фонд капитального ремонта республики Башкортостан, который является региональным оператором этого самого капитального ремонта. Однако есть те, кто не готов мириться с неопределенностью, и те, кто захотел разобраться с тем, что же это все такое вообще, что вот это такое, что это за платеж. Напомню, что давным-давно, много лет назад, вообще всю вот эту систему капитального ремонта придумал для нашей России наш с вами земляк, бывший мэр Уфы Павел Рюрикович Качкаев. Тот самый Качкаев, который теперь, отчаившись скоротать счастливую старость в своем тосканском имении, сделался, судя по всему, пожизненным депутатом Государственной Думы от республики Башкортостан. Среди нас действительно есть те, кто не хотят мириться с неопределенностью и с платежами непонятно куда, и эти ответственные, настойчивые жители Уфы, чьи фамилии есть в документах, которыми мы обладаем на данный момент, проделали огромную работу и собрали массу доказательств того, что фонд капитального ремонта республики Башкортостан все очень и очень отчетливо напоминает некую копилку, а вовсе не механизм для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше и проще. Говоря иначе, в этом самом фонде все очень и очень подозрительно и плохо. По сути, эти ответственные граждане раскрыли громадную схему злоупотреблений в сфере капитального ремонта. Все, что вы сегодня услышите в этом выписке, полностью основано на документах, решениях судов и государственных органов республики Башкортостан и Российской Федерации. Я ни на минуту не сомневаюсь в достоверности этих данных и готов в любой момент предоставить эти документы и сведения любой заинтересованной стороне или ведомству. Так что тут, как говорится, у меня сомнений нет никаких. Это не мои домыслы, это результат работы вот этих вот ответственных граждан, которые в Уфе раскопали много-много интересного про фонд капитального ремонта. Но, как говорится, давайте обо всем по порядку. Житель дома номер 6, корпус 3, по лесному проезду в Уфе, назовем его Иван. Иван остался недоволен ремонтом подъездов и лестничных площадок в его доме и начал задавать вопросы. Ну, как водится, был послан по общеизвестному в России адресу. Однако Иван не отчаялся, не опустил рук и даже за собственный счет нанял эксперта с государственной аккредитацией, который провел экспертизу выполненных и невыполненных работ по адресу проживания Ивана. И вот какие заключения сделала строительная экспертиза. Региональный оператор капитального ремонта по республике Башкортостан, тот самый фонд капитального ремонта, выставил на торги смету ремонта подъездов по адресу лесной проезд дом 6, корпус 3 на сумму 5 млн 447 045 рублей. По окончании работ, которые произвел выигравший конкурс подрядчик, был подписан акт выполненных работ на сумму 5 млн 252 707 рублей. Даже удалось сэкономить 191 338 рублей. Казалось бы, молодцы, прекрасно, в смету уложились и даже сэкономили. Однако, эксперт установил, что объем работ и затрат непредусмотренных сметной документации заставляет в этой сумме 421 422 рубля. И это еще не все. Объем работ и затрат, превышающих объема предусмотренной сметной документации, составил 1 млн 912 154 рубля. Таким образом, эксперт делает вывод о том, что нецелевое использование средств при производстве ремонта подъездов и лестничных клеток в доме номер 6, корпус 3 по лесному проезду составило 2 млн 333 576 рублей. То есть 44% от объема выполненных работ. Вот такое экспертное заключение дал эксперт с государственной аккредитацией. И вот, собственно, это экспертное заключение. Я уже говорил, что мы основываемся только на документах. Что все это означает? Ну, выражаясь простым языком. Складывается впечатление, что дефектная ведомость составлялась произвольно по этому дому. То есть это наше предположение. Без фактического выезда на место осмотра здания. Исполнитель, подрядчик, выполнил почему-то те работы, которые были наиболее легко выполнимыми. И, собственно, эти работы зачастую не упоминались в смете. Кроме всего прочего, эксперт отмечает, что работы выполнялись в произвольных объемах. Ну, то есть сколько захотели, столько и покрасили. Но позвольте, вот если вы нанимаете кого-то, чтобы вам построили, например, забор. Вы обговорили сроки, стоимость, материалы, порядок работ, прочее, прочее, прочее. Значит, все, договорились, ударили по рукам. И вместо забора, который вам не построили, вам почему-то побелили стены и посадили цветы. Вы согласитесь с таким подходом? Вы заплатите за работу и будете счастливы? Ну, конечно, нет. У вас будет конфликт, споры и вообще, причем, есть покраска стены, если вы наняли людей строить забор. Но почему-то в нашем с вами случае заказчик, тот самый региональный оператор, фонд капитального ремонта, безропотно подписывает акт выполненных работ и платит за то, что он не заказывал. Вот почему так произошло? Интересный вопрос, правда? То есть, казалось бы, он, этот самый заказчик, должен сказать, «Ох, елки-палки, вы что тут наделали? Почему вы тут покрасили вместо того, чтобы поменять перила? Почему здесь побелили вместо того, чтобы поменять трубы?» И так далее, и так далее. К слову сказать, только на ремонт лестничных клеток и подъездов фонд капитального ремонта Республики Башкортостан в период с 2019 по 2023 год потратил 3,5 миллиарда рублей. И если вышеописанная схема была повсеместной, объем нецелевого использования денежных средств мог составить более полутора миллиардов рублей. А там, где нецелевое использование средств, как нам известно, там всегда коррупция и хищение. Не это ли ответ на вопрос, почему фонд капитального ремонта безропотно принял все работы, какие были указаны в актах вот этого подрядчика и оплатил эти работы по указанному выше адресу лесной проезд, дом 6, корпус 3. Отмечу, что это только частный случай, в котором просто досконально и дотошно разобрался вот этот самый непримиримый Иван. Но это еще не все. Получив столь разоблачительные выводы строительной экспертизы, Иван обратился за разъяснениями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. Ведь именно Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и Миннымущество являются учредителями и собственниками вот этого вот фонда капитального ремонта. Из Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ивану ответили, что в пределах сметной стоимости контракта они вправе манипулировать видами работ на свое усмотрение и по соглашению сторон. То есть сначала закажут забор, а потом согласятся, что им покрасили стены. При этом Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики в своем лукавом ответе сослалось на некое письмо-рекомендацию Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Неугомонный Иван обратился тогда за разъяснением федерального ведомства, откуда ему ответили, что в первую очередь региональный оператор обязан руководствоваться нормами законов и градостроительным кодексом, При этом письма Министерства ЖКХ Российской Федерации силы закона и обязательными к исполнению не являются. Поняв, что налицо правонарушения, Иван обратился в региональное казначейство с требованием проверить исполнение контракта, который был заключен между региональным оператором и исполнителем работ по адресу проживания. На самом деле именно казначейство должно контролировать все бюджетные траты. Это совершенно точно и прописано в законе. Однако тут Ивана поджидала засада. Казначейство ответило, что вопреки закону оно поручило контрольные функции почему-то Минфину Республики Башкортостан по какому-то там межведомственному соглашению. Иван обратился в Минфин Республики с требованием проверить вот этот контракт и его исполнение. Однако Минфин глумливо заявил Ивану, что, во-первых, ему некогда Минфину заниматься подобной ерундой, а во-вторых, сослались на Владимира Путина, который ограничил контрольно-ревизионные функции предприятий и ведомств на время ковидной пандемии. Усомнившись в законности подобных манипуляций функциями, Иван не поленился и обратился в суд. И случилось чудо. Суд первой инстанции встал на сторону Ивана и признал, что казначейство таки обязано проверить фонд капитального ремонта и не имело права передавать функцию контроля в Минфин Республики. Казначейство нехотя провело проверку, но когда торжествующий Иван запросил результаты этой проверки с целью того, чтобы ознакомиться с этой проверкой и сличить результаты проверки с результатами экспертизы, в казначействе Ивану отказали. Причем сослались они при этом отказе на то, что результаты проверки содержат государственную и иную тайну. Скажите мне, какую тайну могут содержать данные и сведения о замене перил, покраске стен в подъезде и замене почтовых ящиков? Но тут казначейство, конечно, конкретно встало на сторону фонда капитального ремонта. Вся эта история напоминает какой-то скверный детектив. Один единственный, отдельно взятый Иван, гражданин, ответственный гражданин, непримиримый гражданин, решил разобраться в конкретной схеме, которая показалась ему подозрительной. И как только он достаточно эффективно вскрыл нарушения, заручился документами, экспертными оценками и даже решениями судов, тут же образовалась стена на защиту фонда капитального ремонта. Стали ведомства, правоохранители и много-много кто еще. Это, конечно, вызывает массу вопросов. Почему так тщательно, с таким рвением охраняется результат вот этой проверки? Не содержит ли эта проверка прямое указание на нарушение закона? И не является ли вот этот частный случай ремонта по лесному проезду дом 6, корпус 3 частью огромного, большого заговора и схемы махинаций с государственными и бюджетными деньгами и деньгами граждан? Напомню, обороты фонда капитального ремонта миллиардные и мы можем предположить, что эта схемка использовалась повсеместно. Есть еще масса-масса нюансов и документов, которые мне предоставили те, кто занимался расследованием вот этой истории, и мы обязательно об этом еще поговорим. В данный момент непримиримый Иван пытается обжаловать отказ казначейства и требует ознакомить его с результатами проверки. Ну, согласитесь, если бы эти результаты не содержали чего-то крамольного, ну, дали бы ему эту проверку, ну, зачеркнули бы, закрасили бы там данные предприятия и дали бы ему выводы. Ну, должна быть печать и подпись, там должно быть ответственное лицо, кто проверял, а у Ивана на руках есть экспертиза. И если эта проверка не сойдется с экспертизой, могут возникнуть серьезные проблемы. Очень надеемся, что в скором времени удастся все-таки получить этот акт проверки, и на основании уже доказанных злоупотреблений, на тот момент, будя они доказаны, правоохранительные органы все-таки вплотную займутся проверкой вообще всей деятельности Фонда капитального ремонта Республики Башкортостан. Мы, честно говоря, жители Уфы и Башкирии, порядком уже устали от того, что ежемесячно отправляем свою тысячу рублей, непонятно куда и непонятно зачем. Ну, пора бы уже понять вообще, зачем мы это делаем. Этот сюжет, который мы сегодня вам показываем, только начало серии наших расследований, действий Министерства жилищно-коммунального хозяйства и его подведомственных организаций. Мы безмерно благодарны Ивану и его соратникам за предоставленные сведения, документы и материалы. Мы призываем и других неравнодушных граждан Башкирии и Уфы, если у вас есть настоящие, реальные доказательства, а не просто ощущения, обращайтесь, мы обязательно с вами их обсудим. Продолжение, как говорится, следует. В следующем выпуске, посвященному Фонду капитального ремонта, мы детально обсудим персону руководителя этого фонда, Павла Сафонова. Кто он такой, откуда, как он взялся и каким образом попал на это место, кто его крыша и почему он безнаказанно делает то, что он делает?